Добрый вечер. Во-первых, хотела бы объяснить, почему именно Иран, почему такая тема. Хотелось открыть что-то неизвестное, во-первых, или во всяком случае малоизвестное, потому что иранское кино далеко не самое популярное, наверное, в нашей стране. И вот если я попрошу кого-то назвать из иранских режиссеров или тем более из иранских актеров, наверное, как минимум возникнут затруднения в этом аспекте. То есть, с одной стороны, это экзотика. С другой стороны, вот когда я начинала эту тему как бы для себя изучать, анализировать, встал вопрос, действительно ли Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда. Насколько разница идеологическая, религиозная, культурная проявляется в искусстве, в частности, в таком искусстве, как кинематограф, который является международным, и можем ли мы понять кино, которое снято в совершенно других культурных условиях. Ну вот на эти вопросы я сегодня и попытаюсь ответить. Итак, начнем мы с краткого очерка истории иранского кино, и потом я остановлюсь на фамилиях самых крупных кинорежиссеров, представляющих сегодня иранский кинематограф. Нужно сказать, что иранское кино по времени своего возникновения ненамного отстает от кино мирового. Если, как мы знаем, первые показы «Братьев Люмьер» состоялись в декабре 1895 года, то уже через пять лет, в 1900 году, первые фильмы были сняты и в Иране. И, собственно говоря, оператором, режиссером этих фильмов, человеком, который объединял себе все первые кинопрофессии, был придворный фотограф Мазафилидин Шаха, Мирза Ибрагим Хам. Почему я затруднилась с именем? Потому что очень часто в источниках он упоминается по своему почетному прозвищу Аказбаши. Аказбаши в переводе с персидского означает главный фотограф. То есть вот этот человек был настолько важен, что даже имя его отчасти начинает забываться, а знаем мы именно по его основному роду деятельности. Конечно, это были фильмы придворные. Точно так же, как в России существовал кинематограф предвидения Николая II, который запечатлевал жизнь царской семьи, также, в общем-то, и первые фильмы Аказбаши, они больше были связаны с теми моментами, которые интересны были Мазафилидин Шаху. Но уже в 1904 году кинематограф выходит за рамки вот такого придворного развлечения. В Тегеране открывается первый кинотеатр, и к началу 30-х годов их уже было около 30. Известно, что в основном там демонстрировались фильмы, которые поступали из советской России. В частности, через Одессу, через Ростов-на-Дону какие-то фильмы, они попадали в Тегеран. Но мы понимаем, что, конечно, вот советская идеология, она была отнюдь не близка монархическому режиму, и поэтому вот этот источник, он постепенно начинает перекрываться. И тегеранский кинорынок, иранский кинорынок постепенно захватывают западные продюсеры. В 1925-26 году в Тегеране появляется первая киношкола. Опять же, примерно на 5-6 лет отставая от аналогичного процесса в России. ВГИК был создан в 1919 году, а вот в 1925 году подобное учебное заведение появляется и в Иране. Первоначально снимались фильмы, немые, конечно, и первые фильмы с субтитрами на фарси, на персидском языке. В 1931 году как раз вот Аванесом Аганяном и его учениками был снят первый полнометражный немой художественный фильм, который назывался «Аби и Раби» о приключениях двух студентов. Но это был не самостоятельный фильм, это был ремейк, как мы бы сейчас сказали, датского фильма. К сожалению, большая часть ранних фильмов, она не сохранилась. Фильмы до 1945 года практически недоступны на сегодняшний день в каких-то цифровых вариантах. Поэтому в основном мы знаем их из описаний в киноведческой литературе. Второй пионер иранского кино – это Ибрагим Маради. Вот если Аванес Аганян, он начинал свою кинокарьеру в Москве, то Ибрагим Маради, он тоже начинал как помощник режиссера на студии «Межрапомфильм» в советской России. По возвращении в Иран в 1930 году снимает фильм «Братская месть», но, опять же, по причинам, которые в литературе не освещаются, он его закончить не успел. И тогда он поступает в киношколу Аганяна. В 1934 году снимает часовую немую картину «Капризный». Но вот этот фильм уже не имел такого успеха, как «Аби и Раби», поскольку в этом же году был снят первый звуковой фильм на Фарси, который назывался «Девушка Лурка». Луры – это народ на севере Ирана, или «Лурская девушка» иногда его переводят. Об истории девушки из этого народа рассказывалось в этом первом фильме. Фильм снимался в Индии, поскольку там была достаточно хорошая уже кинематографическая база, но снимался прицельно на иранскую аудиторию, то есть снимался на персидском языке. Режиссером этого фильма был Абдуль-Хасейн Сипанта, который также продолжает эту деятельность. В 1935-1937 годах снимает ряд звуковых лент на материале иранского фольклора. В частности, экранизирует поэму «Лейла и Меджнон», одной из самых популярных в персидской литературе, и ряд романтических мелодрам. Но поскольку именно в конце 30-х годов возникает конфликт с западными кинопрокатчиками в Тегеране, известно, что он после 1937 года переезжает в Индию, и практически на 10 лет, на период Второй мировой войны, иранский кинорынок замирает. То есть до 1947 года больше ни одного фильма снято не было. После войны, 1947 год, это год возрождения иранского кинематографа, и связано это с именем Исмаила Кушана, создателя первой киностудии в послевоенном Иране, которая называлась «Парсфильмс». И до Исламской революции 1979 года эта студия была основной, которая производила художественные фильмы в этой стране. Также большое значение имело создание в 1949 году национального общества кино. Вот это кино, оно объединило сначала любителей кинематографа, туда входили и кинокритики, и люди, которые пытались самостоятельно снимать кино. В частности, вот Фарук Гафари был лидером этого общества, национального общества кино. Сначала, опять же, работал как кинокритик. В 1958 году под влиянием итальянского неореализма он снимает фильм «Южная часть города», где рассказывалось о жизни беднейших слоев населения и о молодежных бандах, которые действовали на юге Тегерана. По идеологическим соображениям этот фильм был запрещен, но именно он считается плетящей так называемой «иранской новой волны». 1960-е годы – это время, которое называется традиционно временем зарождения самобытного иранского кинематографа. В это время, во-первых, правитель Ирана, Мохаммед Лиза Пехлеви, был человеком, во-первых, европейской образованности, во-вторых, человеком, который был ориентирован на западную культуру. И так же, как в Советском Союзе у нас кинематографические вкусы определялись личными вкусами вождя, пристрастиями вождя. Точно так же, в общем-то, в Иране интересы и жанры, которые развивались, перспективы развития кинематографа, они определялись личными интересами шаха. Поскольку шах был ориентирован на западное кино, на мелодраму, в частности, на исторический фильм, на некоторые другие жанры, то, в общем-то, вот такие западные жанры, они и начинают развиваться в иранском кинематографе. В начале 60-х годов также возникает в Тегеране телевидение, и, соответственно, создается иранская национальная телерадиовещательная корпорация. Это позволяет снимать уже не только полнометражные фильмы, но и расширяет как бы сферу действия кинодеятелей на телевизионные фильмы и на телесериалы. Период с 69-го по 74-й год обозначается как иранская новая волна. Вершиной вот этой новой волны считаются два фильма, которые были сняты в 69-м году. Во-первых, это фильм режиссера Дальюша Мехарджуи «Корова». И второй фильм называется «Цезарь» или «Кайсар». «Кайсар» – это персидский вариант имени в данном случае. «Цезарь» – «Масуда Кимиаи». Тоже 69-го года. И вот как раз «Корова» – это фильм, который снят под влиянием неореализма, хотя Мехарджуи признавался в том, что на него повлияли также и немые фильмы Гриффита, и работы Изенштейна, и итальянский неореализм. И развивает он вот итальянскую эту традицию на самобытном иранском материале. Сюжет очень простой. В некой деревне живет человек, которого зовут Машт Хасан, и все его богатство, вся его семья заключается в корове, которой он владеет. Корова – это единственная на всю деревню. И вот однажды он отлучается на несколько дней из своей деревни, корова в это время подыхает. Поскольку односельчане знают, насколько для него важно вот это животное, они корову прячут, и когда он возвращается, говорят ему, что она убежала. Он начинает ее искать, не верит в то, что она могла его покинуть, скажем так, и настолько он привязан вот к этому существу, что через несколько дней он сходит с ума, и сам себя воображает коровой. Он начинает жить в хлеву, есть сено и так далее. Через несколько дней односельчане пытаются его отвезти в психиатрическую больницу, но по пути он от них вырывается, убегает и погибает, падая с обрыва. Вот как раз жизнь деревни, жизнь простых людей, она была очень точно и очень подробно показана в этом фильме, в чем как раз проявилось влияние неореализма. Нужно сказать, что вперед до исламской революции было снято от 45 до 70 художественных фильмов. Точное число мы не знаем, потому что после революции большая часть вот этого наследия, она была уничтожена, к сожалению. Ну, естественно, что по-настоящему талантливых, по-настоящему гениальных фильмов здесь были единицы. И тем не менее, вот именно в 60-е годы это вот такой первый взлет иранского кино, так называемая «Новая волна». Значит, после революции, после смены режима, опять же, на протяжении нескольких лет кинодеятельность в Иране замирает. Во-первых, очень жестко начинают цензурироваться все фильмы, в том числе и западные, с точки зрения шариата. Запрещается изображение женщин с непокрытой головой, вплоть до того, что вот эти сцены, изображения, где женщина без головного убора, они выстригаются из всех западных фильмов, когда понимают, что это, в общем-то, вредит сюжету, то начинают маркером рисовать чадру на этих кадрах. И вперед с 79-го по 85-й год в основном снимались идеологические фильмы. Наследие первых лет исламской революции, оно, в общем-то, тоже на сегодняшний день практически недоступно. С 85-го года ситуация меняется, то есть наступает вот такая вот оттепель в иранском кино. И благодаря министру культуры Мохаммаду Хатиме, который впоследствии стал пятым, если я не ошибаюсь, президентом Ирана, он отметил, что главная цель кинематографа это все-таки развлекать и учить. И поэтому, если не снимать такие фильмы, то человек, входя в кинотеатр, будет понимать, что ему что-то навязывают. То есть он дал понять, что кинематограф должен все-таки отойти от такой прямой и достаточно навязчивой идеологии. Вторая половина 80-х годов, таким образом, она характеризуется так называемой новой-новой волной. То есть те тенденции, которые были заложены с 69-го по 74-й год, получают свое развитие во второй половине 80-х и особенно в 90-е годы 20-го века. Известно, что все-таки, конечно, фильмы, которые снимаются в Иране, они достаточно жестко цензурируются. Хотя и получают награды на международных кинофестивалях, но далеко не всегда доходят до широкого зрителя в самом Иране. Сегодня в Иране снимается от 70 до 90 фильмов каждый год. Но, естественно, что фильмов, которые могли бы заинтересовать мировую кинообщественность и получить признание на мировом уровне, среди них единицы. И тем не менее, это достаточно большое количество. Известно, что в Каннском кинофестивале на сегодняшний день, вот где-то с середины 90-х по нынешний момент, принимало участие около 50 фильмов. И из них 8 фильмов режиссера Аббаса Киарастами и 5 фильмов Маджида Маджиди. Я чуть позже о режиссерах скажу. Если попытаться обобщить как-то основные черты вот этого иранского кино «Новой волны», то можно выделить, наверное, 5 основных пунктов. Во-первых, безусловно, это все-таки влияние итальянского неореализма, которое проявляется и в выборе темы. Это интерес к жизни простого народа. И в том, что очень часто, даже чаще, наверное, всего в фильмах снимаются непрофессиональные актеры. То есть большинство режиссеров, работает с актерами, ну, либо с актерами-любителями, либо вообще с непрофессионалами. Во-вторых, это влияние религиозных традиций. Я бы сказала, что вот как раз религиозные традиции, они в данном случае очень удачно совпали с итальянским неореализмом. Дело в том, что духовный лидер имам Хамини, он в свое время объявил, что предметом нового искусства должна стать жизнь простых и обездоленных слоев населения. Что, собственно говоря, вот опять же является основным пластического кино. Ну, также вот религия, да, повлияла здесь в том, что в иранском кино нет, наверное, трех вещей, которые характеризуют сегодня кино западное. Нет секса, да, потому что запрет на это в кино существует, действует и соблюдается очень жестко. Нет крови, практически никогда мы не видим на экране убийства и практически нет насилия. Хотя тема войны очень больная, очень актуальная для этого кинематографа, но тем не менее насилие воспринимается как нечто исключительное и поэтому почти никогда мы его не видим на экране. Конечно, есть исключения, да, но они именно подтверждают правила. Третья особенность – стирание границы между документальным и художественным кинематографом. Я бы сказала, что это мировая тенденция и сегодня очень часто мы видим, да, что вот трудно отличить документальные это съемки или это какие-то постановочные моменты. Это проявляется вот и в творчестве Киарастами, и в творчестве Махмальбафа очень четко, и в творчестве Джафара Панахи, одного тоже из ведущих сегодня иранских кинорежиссеров. Четвертая основная черта – это социальность. Иранское кино пытается поднимать те проблемы, которые актуальны для сегодняшнего дня. Не всегда, конечно, это идет на пользу, да, на пользу режиссерам, потому что очень часто вот эти фильмы, которые пытаются поднять какую-то социальную проблему, они проходят цензуру. Но, тем не менее, они создаются и очень часто, будучи запрещены в Иране, они доходят именно до мирового зрителя. Ну и пятая, наверное, особенность, которую я бы отметила – это сентиментальность. Это кино, которое рассчитано на сочувствие, на сострадание, на то, что мы будем испытывать, испытывать, собственно говоря, то, что называется катарсисом, да, то есть очищение через сострадание и страх главному герою. Не боится иранское кино вызвать слезы у зрителей. И вот именно этим оно, наверное, тоже привлекает сегодня мирового зрителя, да, потому что очень часто мы, допустим, когда мы смотрим западные фильмы, когда мы смотрим американские фильмы, эмоционального вовлечения вот в это кино у нас нет. Здесь наоборот, здесь очень-очень сильное эмоциональное воздействие оно оказывает. Так, ну и вот хотела бы я остановиться в дальнейшем на творчестве четырех режиссеров, которые, наверное, на сегодняшний день являются ведущими в иранском кино. Конечно, это далеко не все, да, не все люди, которые могли бы представить иранский кинематограф, но, наверное, самые яркие представители. Я их просто по возрасту расположила. Они примерно одного поколения, вот чуть старше, чуть моложе, но все они на сегодняшний день здравствующие и продолжающие создавать фильмы и радовать своего зрителя. Итак, первый режиссер – это Аббас Киарастами, которого я уже упоминала. Значит, это такой режиссер-эстет, режиссер-философ. Родился он в сороковом году в Тегеране, закончил школу изящных искусств и, соответственно, долгое время работал в рекламе по своему образованию. Вперед с 1962 по 1966 год снял около 150 роликов для телевидения, в том числе рекламных. В кинематограф он пришел в 1970 году благодаря тому, что его привлекли к работе в так называемом Центре развития детей и подростков, который снимал фильмы для детской и юношеской аудитории. И вот первые короткометражки, они как раз связаны с темой детства. Вообще, тема детства тоже одна из основных в иранском кинематографе, но о ней я скажу чуть позже, когда буду характеризовать творчество Маджида Маджиди. Лучшие фильмы Киарастами – это так называемая трилогия «Кокер». «Кокер» – это деревушка в северном Иране, где происходит действие трех фильмов. Первый фильм – это «Где дом друга», который был, в общем-то, первым полнометражным фильмом Киарастами. Сюжет в том, что… Да, тема детства, опять же, здесь продолжая, да, вот его ранние короткометражки. Мальчик должен отдать своему другу тетрадь с домашним заданием, но он точно не знает адреса, где этот мальчик живет. И он идет по горам, он ищет вот этого своего друга. И, собственно говоря, вот эта тема дороги, она является основной в этом фильме. Второй фильм из этой трилогии «Жизни больше ничего» 1992 года, она как бы продолжает… Первый фильм в том, что главные герои – это режиссер, ну, не сам Махмальбаф, некий абстрактный режиссер. И мальчик, его сын едут в деревню Кокер, чтобы посмотреть, остался ли там кто-то в живых после землетрясения. В частности, они ищут вот этого мальчика, который снимался в первом фильме «Где дом друга». И вот эта вот тема дороги, она опять же продолжается здесь, да, то есть картины Ирана, которые мы видим на протяжении вот этого пути, собственно говоря, составляют основное содержание фильма. И третий фильм, действие которого также происходит в этой деревне, называется «Сквозь оливы» 1994 года. Там рассказывается история о том, как в деревне снимают художественный фильм о молодоженах, причем в жизни вот этих двух деревенских жителей, которые играют молодоженов, связывают гораздо более сложные отношения. Но вот интересно, что сам Киарастами он называл в качестве трилогии второй и третий фильмы «Жизнь и больше ничего» «Сквозь оливы» и «Вкус вишни». Считаю, что они объединены темой ценности жизни. «Вкус вишни» – это первый его фильм, с которым он вышел как бы на мировые кинофестивали. В частности, принес он ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, фильм, в котором он исследует, можно сказать, с философской точки зрения тему самоубийства, причем тему самоубийства в исламской стране, где это запрещено, так же, как и у нас, собственно, в христианстве по религиозным соображениям. В 2003 году он снимает фильм, который называется «Пять». Фильм уникален тем, что там нет ни одного слова. Этот фильм представляет собой пять вот таких видов природы, снятых на берегу Каспийского моря, и полный вариант названия включает посвящение японскому кинодежиссеру пять длинных планов, посвященных Ясудзира Одзу. И 2010 год – это фильм, который называется «Копия верна». Первый фильм, который Киарастами снял за пределами Ирана. На сегодняшний день он больше работает в западном кино и в кино в Японии. Последний фильм его, словно кто-то влюблен, 2012 года, он снят как раз в Японии и с японскими актерами. Ну вот фильм «Копия верна». Не буду в связи с тем, что у нас мало времени останавливаться на содержании этого фильма, тоже вошел в список номинантов на золотую пальмовую ветвь и получил награду за лучшую женскую роль. Исполнительница главной роли французской актрисы Жильен Бинош. Второй режиссер, на котором я бы хотела остановиться, это Максин Махмальбаф. Но о нем можно говорить очень долго, потому что очень яркая, очень самобытная личность. Это режиссер-революционер, режиссер-бунтарь. Вот если Киарастами он такой философ в большей степени, то это человек, для которого на первом плане именно социальная тема. В 15 лет он бросил школу и принял участие в антишахской борьбе. То есть никакого специального кинематографического образования он, в общем-то, не получал, насколько я понимаю. Он самоучка, очень талантливый самоучка. И в 74-м году он при нападении на полицейского, при попытке его разоружить, был ранен и попал в тюрьму на 5 лет. Из тюрьмы его освободила только революция. Избежал смертной казни только потому, что на тот момент он не был совершеннолетним еще. Ну и вот находясь в тюрьме, он переосмыслил отчасти свои взгляды на жизнь, что нашло отражение в его фильме «Байкот». Фильм как раз рассказывает о людях, которые оказываются в одной тюремной камере. Люди с очень разными взглядами, начиная от марксистских и заканчивая традиционными такими исламистскими взглядами. В эту камеру попадает человек, который приговорен к смертной казни. Сокамерники считают его героем, особенно сокамерники левых убеждений. Но сам он переосмысливает свою жизнь и свои поступки и приходит к выводу, что он ошибался. То есть фильм тоже, в общем-то, говорит о ценности жизни и о том, что на первом месте должны быть не политические какие-то убеждения, а вот именно понятие о том, что самое важное в этом мире это жизнь человека. После того, как Махмальбаф вышел из тюрьмы, он одно время вместе со своими приятелями входил в исламскую пропагандистскую организацию, но не стал поклонником установившегося режима и отойдя от политики, как раз посвящает себя искусству. Лучшие его фильмы, как бы фильмом, который был переломным в его творчестве, является фильм «Велосипедист» 1989 года. Очень вам рекомендую его посмотреть. Он доступен на рутрекере, ну да, собственно, на запрещенном пиратском ресурсе. Но, тем не менее, мы можем с ним ознакомиться. Честные пользователи могут попытаться найти его онлайн. Значит, фильм, уже, судя по названию, он нас отсылает к итальянскому неореализму, к фильму Виторио де Сики «Похитители велосипедов». Он и в эстетическом плане очень сильно не подражает, но, скажем так, именно наследует традиции неореализма. В частности, в том, что действие происходит в таком достаточно ограниченном пространстве. Это небольшая площадь со всех сторон, окруженная домами. Сюжет в том, что афганский эмигрант, оказавшийся в Иране, вынужден зарабатывать любыми способами деньги на лечение жены. Жена оказывается в больнице в тяжелом состоянии. И поскольку когда-то он был чемпионом Афганистана по велосипедному спорту, он ввязывается в семидневный велосипедный марафон. Причем это марафон именно по замкнутому кругу, по достаточно небольшому пространству. И вот именно эстетика этого пространства, отношения мужчины и его сына, который ему помогает, который его поддерживает, отношения окружающих людей. Большинство из них делают ставки. Кто-то пытается ему искренне помочь. В частности, торговцы, которые стоят на этой площади, они тоже пытаются его как-то поддержать, подкармливают на ходу, дают ему несколько часов поспать. Когда все окружающие, кто контролирует этот процесс, они тоже оказываются смолены вот этим сном. Они его на несколько часов уносят, укладывают, чтобы он мог хоть немножко отдохнуть. Занимая его место, чтобы вот эти контролеры, они видели, что кто-то ездит по кругу. То есть, вот очень любопытный, очень сильный фильм. Следующий фильм – это «Время любви». Фильм, который был запрещен в Иране. Ну, и снимался он, собственно говоря, в Турции, потому что тема для иранского кино запретная в этом фильме поднималась. тема любовных отношений, тема любовного треугольника. Это три новеллы, где актеры как бы меняются местами. То есть там женщина и двое мужчин, ну, условно, Брюнет и Блондин. И вот в первой части Брюнет убивает Блондина, которого он считает любовником своей жены. Во второй части, наоборот, Блондин оказывается мужем, Брюнет оказывается любовником. И в третьей части там еще более сложные, более запутанные отношения. Также вот для него очень важна тема кинематографа, тема сути киноискусства, которую он поднимает в трех, в общем-то, фильмах. Значит, первый фильм – это… Сейчас вылетело название. Однажды в кино. Ашахи, который имеет 84 жены и около 200 детей, ненавидит кинематограф, но тем не менее влюбляется в киноактрису, и это подвигает его на то, чтобы самому стать киноактером. Второй фильм – это «Салям синема». Фильм тоже вот такой вот скорее документальный, чем художественный. Махмальбаф объявляет кинопробы на съемки фильма к столетию возникновения кинематографа. И вот исследуя людей, которые приходят на эти кинопробы, он приходит к выводу, что люди все-таки, вот они заинтересованы именно в том, чтобы попытаться самореализоваться. Они хотят стать популярными, и стать популярным – это сняться в кино. Второй, третий, точнее, фильм, связанный с темой кино – это «Миг невинности» или другое его название «Хлеб и цветок». Вот «Салям синема» и «Момент невинности» они снимались одновременно. Дело в том, что вот в этой массовке, которая пришла пробоваться на съемке «Салям синема», оказался полицейский, который как раз в схватке с Махмальбафом его ранил в студенческие годы, и благодаря которому он оказался в тюрьме. И Махмальбаф предлагает ему снять спустя 20 лет две точки зрения на события 20-летней давности. Каждый из них выбирает актера, который будет играть его в юности. И то, как складываются отношения между этими актерами и две вот эти разные позиции, они, собственно говоря, и составляют основу этого фильма. Но отношения, возникающие на съемочной площадке, они, опять же, оказываются более сложными, чем те, которые сложились в жизни. Также он обращается вот еще не раз к теме Афганистана, в частности, фильм «Кандагар», снятый в 2001 году, говорит о девушке, которая пробирается в Кандагар, потому что ее сестра прислала ей письмо воплем о помощи, можно сказать. Потому что при режиме талибов она оказалась на грани самоубийства, талибы запретили женщинам работать. И вот она бросается на помощь сестре и идет пешком через всю страну фактически. Ну и последний его фильм на сегодняшний день, фильм 2014 года, фильм «Президент». Нужно сказать, что вообще он на сегодняшний день находится в эмиграции, он уезжает из Ирана после того, как на него было предпринято несколько попыток покушения именно в связи с его кинематографической деятельностью. Ну и вот фильм «Президент» он был снят в Грузии с грузинскими актерами на грузинском языке. Тоже очень интересный сюжет. Исследуется проблема как раз власти, проблема диктатора, проблема того, как человек расплачивается впоследствии за те действия, которые он предпринимает на посту руководителя страны. Так, ну и вот давайте хотя бы Маджида Маджиди еще коротко с вами рассмотрим. Потому что, наверное, если вы будете знакомиться с иранским кино, я бы рекомендовала начать именно с его фильмов. Это режиссер, который, в отличие от Киарастами и от Махмальбафа, никогда не входил в оппозицию с официальной властью. Тем не менее, его фильмы, они также являются признанными, побеждают на различных международных кинофестивалях. Это человек искусства, вот изначально, который уже с 14 лет участвовал в театральных постановках, затем учился в Тегеранском институте драматического искусства и входил как раз вот в ту группу, которую организовал Махсен Махмальбаф. Поскольку он обучался изначально на актерском отделении, то дебютировал в кино именно как актер в лентах Махсена Махмальбафа. Но, как он сам говорит, больше всего его привлекало именно режиссура, поэтому постепенно он уходит именно на режиссерскую стезю. На исходе 80-х годов он снимает несколько коронкометражных лент, но, в общем-то, популярным становится уже в 90-е годы, и главная тема его творчества это как раз тема детства. Почему тема детства настолько популярна в иранском кино? Опять же, отчасти здесь сыграла роль цензура. Дело в том, что фильмы, снятые с отношениями взрослых, они были достаточно подозрительны, может быть, поскольку малейший намек на какие-то любовные отношения, он уже очень жестко цензурировался. Тема детства предполагает, во-первых, невинность ребенка, во-вторых, ребенку очень легко сочувствовать. То есть, ребенок, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, он как раз то существо, которое достойно сострадания, причем это сострадание не унижает ни его самого, ни зрителей, которые смотрят эти фильмы. Ну и вот, также мотив богоизбранности бедняков, он нашел отражение в фильмах Маджиди, то есть, его герои, это не просто дети, это дети из бедных семей. Первый его фильм, отец 95-го года рассказывает о том, как подросток, оказавшийся полусиротой, у него умирает отец, сначала принимает штыки отчима, очень частая ситуация, но когда этому мужчине оказывается нужна помощь, то именно вот этот пасынок первым приходит ему на помощь. Второй его фильм, тоже очень популярный, это Дети небес. Фильм, который рассказывает историю мальчика и девочки, действие происходит на улицах Тегерана, причем Маджиди говорит, что этот фильм снят во многом по моим собственным детским впечатлениям. То есть, герои ходят именно по тем улицам, по которым я сам бегал в детстве. И вот мальчик, старший брат, несет в ремонт туфельки девочки и по пути их теряет. И таким образом у них оказывается одна пара обуви для того, чтобы ходить в школу. То есть, утром девочка уходит в этих туфлях, потом она прибегает, они меняются, мальчик идет в школу, но он все время опаздывает, потому что они не успевают вовремя поменяться. И, соответственно, все его мысли заняты тем, где раздобыть вот эту вторую вторую пару обуви. и в конце концов он принимает участие в спортивных соревнованиях. Его заветная цель занять второе место. Не первое, именно второе, потому что призом за второе место являются кроссовки. Вот, собственно говоря, эти кроссовки – это его цель. И в конце концов, там, благодаря стечению обстоятельств, он эти кроссовки получает, они идут вдвоем по улице Тегерана и видят девочку вот в этих потерянных туфельках. Но они, естественно, у нее не забирают, потому что они видят, что девочка еще более бедная, чем они сами. И вот таким образом вот этот мотив благородства и бедности, и тема детства, они соединяются воедино в этом фильме. Также вот популярные фильмы тоже, которые продолжают тему детства – это «Цвет рая» о слепом мальчике, который постигает мир вот на кончиках пальцев. И тема очень часто у иранцев, не только у Маджиди, у Махмальбафа тоже эта тема появляется. Тема слепоты, она компенсируется как раз духовными, душевными качествами героев. То есть человек, который чего-то лишен, оказывается более чистым, более благородным, способным на более такие положительные поступки, наверное. Фильм «Дождь» – это фильм уже у взрослых, но тоже очень романтичный. Главная героиня – это афганская девушка, которая для того, чтобы заработать денег, переодевается в мужское платье и устраивается работать на стройке. И вот один из строителей ее разоблачает, но тем не менее не делает этого вслух. И вот тема такого почитания, да, тема такой вот платонической любви, она составляет, собственно говоря, главный сюжет этого фильма. Да, я заканчиваю. Есть еще один режиссер, Джафар Панахи, очень любопытный тоже, как раз благодаря тому, что в его творчестве вот здесь документальное и художественное очень тесно переплетаются. Больше, наверное, здесь документального. И это режиссер, который не просто подвергся репрессиям. В 2010 году ему было запрещено снимать кино на протяжении 30 лет. Именно потому, что его фильмы поднимали острые социальные проблемы. В частности, положение женщины, положение в обществе, тема взаимоотношений взрослых людей. Вот они как раз в творчестве Джафара Панахи выходят на первое место. Так, ну вот, если есть какие-то вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Спасибо. Фильмы в онлайне можно посмотреть? Что? Я думаю, да. Я думаю, что по крайней мере часть фильмов Маджиди и фильмы Махмальбафа, они должны онлайн обнаруживаться. Вы их смотрели, да? Не все, к сожалению. То, что доступно, часть, да. Положительные? Очень, очень положительные. Мы уже отвыкли, к сожалению, от того кино, которое вот нас эмоционально затрагивает. и какие-то нравственные проблемы поднимает. А вот здесь это присутствует в полной мере. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...